Восемь кандидатов, несколько месяцев предвыборной гонки. И вот настал день, когда взвесив все за и против, граждане пошли на свои избирательные участки, чтобы выбрать президента России. В Ленинском районе явка составила почти 60%. Каждый человек должен прийти, проголосовать, отдать свой голос, чтобы нашим детям, внукам было хорошо жить в нашей стране. Большой праздник. Я считаю, каждый должен принять участие. Выбираем будущее страны. Нужно хотя бы раз в 6 лет приходить и выполнять свой гражданский долг, выражать свою позицию. Мы всегда участвуем в выборах. 18 марта в Ленинском районе работало 74 избирательных участка и только два не были оборудованы КАИБами, что говорит об ответственной подготовке муниципалитета к выборам. Ведь наличие комплекса обработки избирательных бюллетеней позволяет исключить возможные вбросы. За порядком на участках следило около 500 членов избирательных комиссий. Многие отмечали активность населения. Процесс голосования идет активно. Избиратели с 8 часов утра начинают активно и до сих пор активность только увеличивается. Люди с удовольствием приходят. Все довольны обслуживанием. Ну и волеизъявление свое оставляют на бюллетенях. Традиционно в день выборов большое внимание было уделено безопасности. Ее обеспечивало более 250 сотрудников полиции и МЧС. В ходе проведения голосования участвовали и наблюдатели. Быть наблюдателем на выборах – это выражение гражданской позиции. Я лично для себя подсчитываю явку, то есть контролирую, сколько людей пришло на участок. Смотрю за фальсификациями. Пока таких не обнаружил, жалоб пока не писал. Ну, собственно, контролирую проведение выборов грамотное. Такое внимание к процессу голосования принесло свои плоды. Ни на одном участке Ленинского района нарушений зафиксировано не было. Напротив, здесь царила доброжелательная атмосфера. Для многих выборы стали праздником. На некоторых участках муниципалитета работали выездные буфеты, играла музыка, а где-то даже были организованы концерты. К этому празднику мы подготовились и решили его отпраздновать большим праздничным концертом, в котором приняли участие все желающие поиграть на сцене. Сегодня у нас заявлено 40 с лишним номеров исполнителей. Те, кто по причинам состояния здоровья прийти на избирательные участки не смог, голосовали на дому. Для этого на каждом участке работали выездные комиссии, которые, вооружившись специальными переносными чемоданами, выезжали по адресам избирателей. Всего в Ленинском районе было около 1300 таких голосующих. Все довольно-таки быстро проходит. Вот у нас две комиссии, поэтому выезжает, потому что много народу. Вот мы приедем, заполняем, если надо, помогаем заполнять заявление, а уже избиратель сам голосует, опускает сам бюллетень. По данным Центральной избирательной комиссии, голоса жителей Ленинского района распределились следующим образом. Почти 60% граждан проголосовали за Владимира Путина. На втором месте – кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. На третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На четвертом месте с двумя процентами – Ксения Собчак. Остальные кандидаты набрали менее одного процента. В сентябре этого года жителям Московской области предстоит еще выбрать губернатора региона. Юлия Погосяна, Гасадовская, Видное ТВ.